Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Предновогодняя пора всегда окутана атмосферой сказки, когда хочется отвлечься от скучных будней и подарить себе волшебное настроение. Эту задачу при помощи гардероба решает сегодня стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. Все нужное, а именно необычные фактуры, высококачественные ткани и модные цвета сезона, она обнаружила в коллекции итальянской марки «Карактер». Не стоит бояться контрастных сочетаний, потому что контрастные сочетания могут быть и более мягкие. Не традиционные красные плюс зеленые, а, например, мягкий припыленный розовый оттенок плюс светлый оттенок зелени, например, хаки, который традиционно моден в осенне-зимний период. Сложные припыленные цвета, а также их сочетания – это не дань монохромной зимней погоде. При помощи них дизайнеры подчеркивают характер и вместе с тем женственность. Благородные ткани – шелк, бархат, уютная шерсть – изготовленные эксклюзивно для марки. Еще одно свойство премиального качества в том, что эти материалы не мнутся и надолго сохраняют свой внешний вид. Особо мне хотелось бы отметить жаккардовые брюки. Не каждая модница отважится такие приобрести, но зато если они появятся в вашем гардеробе, это будет безусловный мастхэв, это будет всегда выигрышно. Причем их можно вписать как в более спортивных гардероб, например, в особый спортивном стиле одевать, так и с высоким каблуком. С ними можно построить вечерний комплект и повседневный комплект, но более яркий, более заметный. Сегодня, чтобы создать особенный лук, важно знать об остромодных сочетаниях. Платье с запахом и струящейся ткани в сочетании с пальто-миди – безусловный мастхэв этого сезона из итальянских хроник-стрит-стайла. А комфорт и ощущение естественности подарят волшебное настроение. Британская атрибют-группа The Pink Floyd Show UK выступает в Челябинске уже не в первый раз. В нынешний свой приезд лидер бенда Энди Гибсон уделил несколько минут для интервью программе Наша работа – сохранить дух Pink Floyd. The Pink Floyd Show UK – британский трибют-проект легендарной группы Pink Floyd. Существует уже пять лет, на протяжении которых Россия – один из главных пунктов гастрольного тура. В этом году бенд посетил пять городов – Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Курган и Челябинск. С нашим городом у музыкантов особые воспоминания. Здорово вернуться в Челябинск. Мой первый концерт прошел в России именно в Челябинске. Первое шоу The Pink Floyd Show UK также прошло в Челябинске. Мы выступали во дворце спорта юность. По всему миру разные зрители. Самая энергичная и по-настоящему влюбленная в музыку страна – это Россия. Здесь самая лучшая публика. Самая тихая страна, для которой мы сыграли – это Япония. Весь концерт они ведут себя сдержанно и лишь по окончанию выступления все аплодируют. Так что лучше всего в России, а еще в Ирландии. Ирландия – это мое любимое место в мире. Россия и Ирландия – мои фавориты. Русские и ирландские зрители действительно вкладываются и участвуют в музыке. Трибьют The Pink Floyd Show, если и не воплощают все досконально, но точно передают атмосферу тех легендарных выступлений. Сейчас мы играем программу Legacy, предыдущая называлась Pulse. Мы добавили семь новых песен, в их числе PIX, которая является одним из моих любимых шик-треков Pink Floyd. Россия снова выступает лидером в мире по количеству песен в туре. Главное – это удивительная музыка, а техническая сторона осталась прежней. На сцене находится круглый экран с анимационным видеорядом, точно так же, как это было у Pink Floyd. Также мы работаем над совершенно новым инструментом на следующий год. Будет совершенно новая программа. Закончив текущие гастроли, мы сразу займемся организацией нового тура. Следующий тур будет лучшим, надеюсь. Концертная программа-трибьют проекта из Британии Legacy, то есть наследие, если и не замена Pink Floyd оригинальному, но точно возможность для одних с группой познакомиться, для других – способ придаться ностальгии. С 6 по 26 декабря совершайте покупку в бутике «Елена Миро» и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5 тысяч или 3 тысячи рублей. Новогодние скидки до 40%. Бутик «Елена Миро», проспект Ленина, 65. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Очередная встреча участников проекта «99 избранных» под названием «Релакс Тусе» проходила не в спа-центре или студии йоги. Идею релаксации на этот раз реализовали в студии рисования песком. Дети получают кайф от общения песка, как дети, привыкшие копаться в песочнице. А взрослые больше релаксируют и медитируют. Они получают именно тот кайф, который заставляет расслабиться. Это на самом деле то, чего нам в жизни сейчас не хватает. Потому что мы привыкли работать головой. Постоянная информатизация всех систем. Наше жилище пронизано электромобильными волнами. Мы живем постоянно в этом процессе. И вот то, что можно сделать руками, особенно, как говорят, не хватает контакта с землей. Собственно говоря, песок — это прямой аналог этого процесса. Это очень важно и с физической, и с энергетической точки зрения. В жизни мы очень суетливы, куда-то все бежим, торопимся. А здесь можно расслабиться, побыть самой собой, потворить какие-то процессы такие. И, безусловно, это раскрывает какие-то возможности и таланты в человеке. Песок, море, данная обстановка создает какие-то позитивные эмоции и позволяет немножко отойти от серых будней и постоянной гонки за результатами. Релакс Тусе организовали как семейную встречу. Ведь это занятие полезно и приятно как для взрослых, так и для детей. Очень приятно, что проект позволяет проявлять себя не только как индивидуальность и посвящать время себе, но и не забывает о том, что семья в жизни каждой женщины — это самое главное, и ее детки. То, как они растут, то, как они развиваются — самая главная ценность, которая есть и существует. Мне мама сказала вчера еще, что мы пойдем на песочную анимацию после того, как я делаю все уроки и позанимаюсь. И я решила, что я буду ждать этого, и мне очень понравится там. Родители — это понятно, они отвлечься, хотят там тоже порисовать, но детям это больше нужно для развития. Мы рисовали город и морское царство. Мне больше понравился город, он был красивым. В следующий раз с участниками проекта «99 избранных» мы встретимся уже в финале. Забегая вперед, сообщим, что он уже состоялся на самом высоком уровне. Ну а яркие подробности торжественного события смотрите в ближайших выпусках программы «Бьюти Тайм». Это «Бьюти Тайм» — программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Для одних изучение английского — это хобби, для других — профессиональная необходимость, ну а для третьих — смысл жизни. Таковых в этом зале большинство, поскольку здесь свое 25-летие отмечает первая в нашем городе школа иностранных языков «Английский клуб». Эти годы, с одной стороны, пролетели вроде бы как один день, а с другой стороны, это целые 25 лет. Спасибо большое всем тем, кто прямо или косвенно, в большей или меньшей степени, словом или делом, был с нами, помогал нам, поддерживал нас и верил в то, что у нас все получится. И у нас с вами все получилось. Начиналась история под названием «The English Club» с небольшой группы единомышленников, которые четверть века назад собрались для того, чтобы практиковаться в английском. Сегодня участники тех событий в числе почетных гостей. Она даже представить не могла, что это выльется вот такое грандиозное предприятие. Поначалу это не было коммерческой никакой там организации. И, конечно, были задумки, были грандиозные планы. Для преподавателя это была огромная такая экспериментальная площадка, потому что английский клуб не был связан, не был ограничен какими-то конкретными академическими рамками, потому что там можно было творить, выдумывать и пробовать. У них девиз «Мы были первыми и остаемся лучшими». И это, безусловно, будет еще навсегда, я уверена, не только на ближайшие какие-то годы. Первыми после основателей клуба поздравления принимают сотрудники, которые проработали в коллективе более 10 и более 20 лет. Кстати, за 25 лет работы в стенах клуба в прямом и переносном смысле выросли и те, кто впоследствии стал здесь же преподавать. Ну, у меня уникальная ситуация. Я здесь вырос, то есть я с 6 лет учился, мы исполнили год, и потом получилось так, что стал преподавать и, в общем-то, просто жить вот так. Иногда сложно вспомнить слово на русском языке. Мне гораздо проще сейчас говорить по-английски, чем по-русски. В свое время вот так все сложилось. Случайных людей в этом большом коллективе нет. И, несмотря на то, что история становления у каждого педагога своя, всех объединяет любовь к своему делу. Когда я начала работать со студентами, в особенности с детьми, я поняла, что это идеальная профессия. Здесь очень много постоянного общения, коммуникации, очень много креатива приходится проявлять, когда делаешь уроки. И огромная отдача. Ты всегда видишь свой результат в своих студентах, что очень приобретен. Я решила начать уже на пятом курсе и продолжить уже далее работать в английском клубе, потому что это как раз заведение с безупречной репутацией. Я хочу быть его частью. Работаю я недавно в этой компании, в этой организации. Работаю в детском направлении. У меня дети от 2,5 до 11 лет пока что. Да, такие малыши, мам и бэйби программа. Это игры и так далее, но, понятное дело, все происходит на английском. Результат, в принципе, уже виден. То есть с детьми, когда разговариваешь и спрашиваешь, например, какой это цвет, там, об игрушке говорим и так далее, они спокойно выражаются на английском. Уже, правда, есть результаты, и это радует. Я преподаю только у взрослых. Люди всяких подростков. Вот от 18 до 63. У них разные причины учиться. У некоторых это просто хобби. Просто хобби. У кого-то это необходимость для работы. Кто-то просто любит английский язык, потому что он красивый. Праздничная вечеринка получила название «Серебряный Оскар». Номинанты, конверты, статуэтки, живые эмоции и благодарственные слова лауреатов. Ну, пожелание у нас одно – расти дальше, становиться больше, сильнее, чтобы к нам приходило все больше и больше народа. Ну и растем, я так думаю, будем расти дальше. 250 сотрудников, 11 филиалов и многочисленная армия студентов, которые приходят сюда с разным уровнем знаний и в разном возрасте. Приходят, чтобы обрести новые знания, открыть новые горизонты, выйти на более высокий профессиональный уровень в компании тех, кто по-настоящему увлечен своим делом. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь яркой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Развитие эстетической медицины – инновации в косметологии. Это не просто громкие фразы. Это возможность современному человеку жить, не смирившись с эстетическими дефектами, а иметь возможность исправить их без лишних рисков и осложнений. Рубцы, растяжки, угревые высыпания, покраснения и расширенные поры с этим сегодня борются с помощью аппаратной и инъекционной косметологии. Фектр проблем, которые решает в данный момент косметология, очень широк. Это и медицинские показания. Коррекция дефектов лица, коррекция вала лица, удаление морщин, уплотнение кожи. Также еще косметология позволяет бороться с эстетическими дефектами, излишний рост волос, потоотделения, которые приносят достаточно большой дискомфорт. Инновационные открытия в косметологии позволяют отказаться или надолго отложить хирургическое вмешательство. Самые передовые аппаратные методики представлены и в нашем городе. Их названия известны врачам-эстетистам всего мира. Фотобиомодуляция аппарат LED-терапии. Фотокея данный аппарат позволяет использовать регенерационные свойства кожи, позволяет проникнуть активным веществам вглубь кожи с помощью специальных масок, дополняющих эту процедуру. После хирургических вмешательств, после той же имплантации, после нитевого лифтинга можно назначать этот аппарат. Поврежденные области начинают быстрее заживать. Аппарат криориполиза «Зиммер» – это неоперационный, безболезненный криориполиз. С помощью этой процедуры уменьшается жировая складка. Если через 6-8 недель мы сможем снова захватить эту складку, то необходимо провести повторную процедуру. Объемы значительно уменьшаются. Вот по практике хочу сказать, что и 5 см, и 8 см после одной процедуры есть. Фракционное лазерное омоложение «Фракцель» – это своего рода шлифовка ткани с помощью высоких температур, которые обеспечивает лазерный луч. Технология позволяет быстро и практически безболезненно избавиться от целого ряда проблем. Удаление мелких морщин, выравнивание текстуры кожи, улучшение тургора и цвета лица, избавление от сегментации. Также работаем на тех местах, где есть рубцы, растяжки, следы от угревой болезни. Уникальность методики заключается в том, что внешние покровы кожи остаются неповрежденными, в то время как во внутренних слоях запускаются процессы восстановления. Благодаря тому, что стимулируются регенерационные свойства, начинается строительство нового коллагена, эластина, новых клеточек, поэтому кожа становится более плотной, сияющей, здоровой. Еще одна тенденция косметологии связана с комплексным подходом. Инъекционное и аппаратное направления не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. В помощь им классическая косметология с профессиональными салонными программами и домашним уходом качества люкс. Тайвай Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского СПА Тайвай. Российская, 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание СПА-программ ищите на сайте taiwai.rf Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины Максима Клиник представляет. Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 33-95. Вы смотрите Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok